Здравствуйте! 5 октября педагоги страны отмечают свой профессиональный праздник. В Новокузнецке 88 общеобразовательных учреждений и более 10 тысяч учителей. Накануне праздника Юлия Соловьева поздравила всех учителей города, а также ветеранов педагогического труда. Именно труд учителя, его призвание, оно требует от человека отдачи всех сил без остатка. И от того, каков труд учителя, насколько он любит детей, будет зависеть, каково будет наше будущее поколение. Поэтому праздник великий, и я всех от всей души поздравляю. Учителя, наверное, это те люди, которые, видя радость в детских глазах, находят в себе силы в любое время. Не только быть молодым душой, но и мудрый. Герп и флаг Кузбасса внесены в государственный геральдический регистр. Теперь символы региона официально признаны государством и на федеральном уровне охраняются юридически. Предыдущие герп и флаг не прошли такую процедуру, так как не соответствовали ряду правил. Разработка новой символики велась в регионе с августа прошлого года. В начале 2020-го региональные депутаты приняли закон, изменивший герб и флаг, и направили материалы для регистрации в государственный геральдический совет. Управление по транспорту переходит на зимнее расписание и прекращает выделять автобусы на направления, которые актуальны только летом. Таким образом, отменены автобусы, которые возили горожан до СНТ в Орджоникидзевском районе, а также в пригороде Новокузнецка. Свободные машины теперь выйдут на другие маршруты. Эти автобусы будут перераспределены на городские направления. Увеличится выпуск на автобусах на маршруте 71, 7, 81 и 80. Ну и в связи с этим общественный транспорт у нас переходит на зимнее расписание. Вся дополнительная информация для наших пассажиров уже есть на нашем сайте utis.rf. Также ее можно получить по телефону горячей линии МКУ ЦДС 740 195 и по бесплатному телефону горячей линии 8 800 647 70. В расписании Новокузнецкого аэропорта изменения. Уже в октябре горожане смогут добраться в Омск и Иркутск. А с ноября улететь из Новокузнецкого в Москву можно будет на 3,5 часа позже. При том, что с февраля из Новокузнецка нельзя будет улететь за границу, расширяется схема внутренних перевозок. Дополнительно рейс организован из Тюмени в Омск. То есть пассажиры прилетели из Тюмени до Омска и могут прилететь в Новокузнецк. Из Казани прилетели в Омск и в Новокузнецк. И также из Новокузнецка прилетели в Омск, прилетели или в Тюмень, или в Казань. Дополнительно удалось в трудных сложных переговорах убедить авиакопанию Ираера за Суперджет 100 из Иркутска в Новокузнецк. И обратно будет выполняться рейс. Два раза в неделю. По-прежнему действуют рейсы в Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Красноярск. С 27 октября поменяется расписание рейсов в северную столицу России. Полеты в Санкт-Петербург будут выполняться вместо понедельника и пятницы, по вторникам и субботам. Аэрофлотом и компанией С-7 по-прежнему можно добраться в Москву. С 8 ноября к аэрофлоту ИС-7 прибавится компания «Северный ветер». Новый перевозчик будет выполнять еженедельно три рейса в столичное Шереметьево, причем на три с половиной часа позже, чем у другой авиакомпании. Идем навстречу всем авиакомпаниям и дали скидку 20% на все рейсы, на обслуживание. Авиакомпании «Сибирь», выполняющие рейс из Новосибирска в Новокузнец, почти 80% скидка. Поэтому мы идем на все для того, чтобы только сохранить подвижность нашего населения. За счет того, что снижаем расходы авиакомпании, естественно, приводит к снижению стоимости билета. Вот сейчас на рейс на ближайший Омск, за счет софинансирования, за счет наших скидок, будет стоимость билета 2000 рублей. Несмотря на сложные экономические условия, в Аэрокузбассе не забывают о строительстве нового международного терминала. Это для нас задача самая сложная, но она не отменяется. И строительная площадка, вы знаете, подготовлена. И демонтаж бывшего здания, то, что Югославу строили, подготовлено. Но вопрос привлечения инвесторов. Само строительство здания оценено Красноярским авиационным проектным институтом в 1,85 миллиарда рублей. И плюс оснащение – это 2,7 миллиарда. Такие затраты можно назвать долгосрочными инвестициями. А вот для получения прибыли в настоящем, аэропорт с нетерпением ожидает открытия международных направлений. Удачи вам и здоровья!